В эту пятницу здесь состоится галужин, гастрономическое событие, достаточно такое, я думаю, яркое для Петропавловска Камчатска, потому что эта кухня будет представлена впервые здесь и в этом городе, а эта кухня – это перуанская кухня, но не совсем перуанская кухня, мы ее соединим с локальными продуктами, с кухней итальменов, итальменская кухня. Наш ужин так и называется – соединяя миры перуанская и итальменская кухня. Мы с Мариной Владимировной познакомились на гастрокемпе Камчатка, который проходил этот в июне, и у нас на самом деле просто за две минуты знакомства, там вот эта идея, она на ровном месте у нас зародилась, что и у нее, что и у меня, сразу пришло понимание, что это событие имеет место быть здесь. Вот, и спустя два месяца я сегодня здесь, в ресторане «Сан-Марина», и готовимся к завтрашнему мероприятию. С нами в проекте задействована Галина Кравченко, ее итальменское имя – Каяблах, я думаю, достаточно известный человек она в городе. Вот, на самом деле, наше сотрудничество с ней началось вот на том же самом гастрокемпе Камчатка, потому что передо мной стояла задача от Энегастрономического центра – работать в тандеме, да, и осевременить эту кухню, сделать более для русского человека понятной. Вот, и с этого момента у нас как бы бок о бок мы сейчас это все исследуем, все это ищем, находим, поднимаем архивы, краеведческие музеи, да, вот эта вся история еда итальменов. Очень много локальных продуктов, конечно, это, во-первых, дикоросы, это, во-первых, рыба, которая, да, в основу их питания входила в культуру, ну, как бы еда – это часть любой культуры. Вот, это красная рыба, это дикоросы, это, конечно, нерпы, чаи, жир, да, и не только жир, там мясо, вот. Ну, будет очень удивительно. Достаточно такие специалитеты перуанские, да, которые я с собой привез, то есть это такие, как фиолетовая кукуруза марада, да, кукуруза канчи, кукуруза чульпи, фиолетовый картофель, киноа, там, чия, асаи, да, и локальные продукты. Я думаю, что должно получиться очень вкусно. Не надо забывать, что Камчатка, являясь частью России, она является еще частью Тихоокеанской системы, да, и частью вообще всей планеты нашей. Вот, и люди, которые тысячелетиями, да, населяли эти земли вдоль побережья Тихого океана, что Камчатка, что Перу, что там Северная Америка, аборигены, да, это все-таки достаточно такая очень схожая по ментальности и по географическому быту народа, их, конечно, географическое месторасположение всегда предопределяло их еду. Вот, и традиции вообще гастрокемпа, конечно, задачей стало показать миру, да, вот локальные продукты, показать эти техники, методы, это однозначно продолжение этого мероприятия, и я надеюсь, что у нас все получится. В Камчатке есть, конечно, чем гордиться, да, во-первых, опять же, месторасположение, ее природа, ее быт, да, во-вторых, конечно, ее пауна и флора, рыба, да, которая она может, красная рыба только, да, видами которой может она похвастаться, это Камчатский краб, это папоротник, это можно без конца перечислять, это же, те эмоции, такие эмоции человек может получить только здесь, на Камчатке. Спасибо за просмотр!